9 апреля 1960 года на 22-м квартале нового города Караганды открылся новый широкоэкранный кинотеатр. В честь 90-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина карагандинцы присвоили ему имя вождя мирового пролетариата. В кинотеатре два зала, на втором этаже большое светлое фойе. Перед началом сеансов здесь можно отдохнуть, купить книгу, послушать музыку. В день открытия на широком экране кинотеатра имени Ленина демонстрировалась картина «Озорные повороты». Страницы из истории кинофикации Караганды. Первый сеанс звукового кино в нашем городе состоялся 20 апреля 1935 года в Центральном шахтерском клубе. Вскоре он сгорел при пожаре, а вместо него в старом городе Караганды открылся первый кинотеатр «Казахстан». Он находился в здании Каздрама. В предвоенные годы в Новом городе за зданием облсовета был построен кинотеатр «Октябрь» на 500 зрителей. В годы рассвета кинофикации в 70-е и 80-е годы 20 века в Караганде функционировало с полтора десятка кинотеатров, а в области более 30. К примеру, в 1985 году их посетили 7 миллионов 200 тысяч зрителей. Было бы логично, если бы я сказал, что кинотеатром моего детства был кинотеатр «Ленина». Потому что из 50 лет кинотеатра «Ленина» были мои 45 как минимум. Да, мы ходили в кинотеатр «Ленина», поскольку я был воспитанником детского садика «Восход». На месте этого садика сейчас мебельный магазин напротив городского, областного акимата. И как сейчас помню, как нас водили на сказки «Варвара, краса, длинная коса», «Огонь, вода и медные трубы». Но на самом деле больше всего времени я проводил в кинотеатре «Октябрь», который был рядом с моим домом и с первой школой, в которой я учился. И сеансы начинались где-то с 9 часов 40 минут утра. И порой вот на все утро и на ранний день я убегал туда и смотрел все подряд. Бывало, сбегали с уроков. Бывало так, что мама, может быть, нарушая какие-то педагогические табу, меня забирала, ну, скажем, если это была вторая смена школьная, с последних уроков, не зная, как она договаривалась с учителями, вот, и собирала меня в кино. Там мы смотрели и «Анжелику», вот там мы смотрели и, не знаю, что, и «Золото Макенны» и прочее, прочее. Вот поэтому кинотеатр моего детства был «Октябрь». И постепенно вот для меня люди, которые там работали, например, такой киноинженер с большим послужным списком, Анатолий Коршинов, администрация, они становились, ну, чуть ли не родными людьми или людьми, ну, с которых я вот так думал сделать свою судьбу, да, и, в принципе, судьба удалась. У кинотеатра «Октябрь» был филиал еще в парке, летний кинотеатр, да, и вот Коршинов, он ездил на велосипеде, я как сейчас помню, возил вот Яуфы, это банки с фильмами туда-сюда, и, скажем, вот в летнем кинотеатре я впервые увидел «Калину Красную». Для каргандинцев название кинотеатра – это оно такое знаковое, историческое, когда говоришь «Вы куда? Мы в кино, в Ленина», и всем понятно, где это находится, да, вот. Но с чем это связано, то есть с целым рядом каких-то ассоциаций. То, что не секрет, что, ну, в этом кинотеатре, опять же, свое детство и свою молодость провел несколько поколений каргандинцев. Это же такая генетическая память, вот. И когда люди традиционно из всех кинотеатров выбирают Ленина, или, по крайней мере, не забывают об этом кинотеатре, ну, это говорит о многом. Ну, отношение меняется, конечно, и сам про себя я отмечаю, что в последние 10 лет я все реже возвращаюсь к этому историческому. Все реже перечитываете, да? Все реже перечитываю, да, к этому историческому образу все реже возвращаюсь, и, соответственно, к образу, созданному на экране. Хотя были замечательные актеры, были замечательные актерские свершения. Если вспомнить и Ульянова, и Лаврова, я уж не говорю про Щукина, Штрауха, и даже рабочего Никандрова в том же октябре Сергея Эйзенштейна. Значок – это вот дань, что называется, стилю, дань бренду. Меняются пиджаки, меняются значки. Вот. Но, тем не менее, такой значок присутствует. Многие знают, что в кинотеатре есть такой мини-музей, скажем, да, Ленина? Ну, это громко сказано. Год назад была целая какая-то кампания, связанная с тем, что там будет музей. Ну, может, он когда-нибудь и будет. Тем более, люди приносят те или иные фолианты, книги, бюстики, значки, вымпела и прочее. Мы ни от чего не отказываемся, с благодарностью принимаем. И вот, скажем, на празднование 140-летия наверняка опять в фойе будет организована такая мини-выставка. Кстати, год назад, когда ветераны собирались, чего там только не было, даже марки 20-х годов. То есть это просто раритет, значки, какие-то редкие фотографии. Поэтому, может быть, со временем такой музей и появится. Пока что все это находится в помещении администрации. И помимо каких-то киноикон, я смотрю, у вас здесь вот и портреты молодых Вячеслава Тихонова, Сергея Бондарчука. Помимо киноикон в нашем кабинете, есть, опять же, раритеты, связанные с именем вождя мирового пролетариата. И, скажем, там стол мой украшает рукотворная работа архитектора Гумеля, памятник которого стоит на площади возле Карганда-Угля. Продолжение следует...